Всем привет! Меня взяли в заложники. Пожалуйста, подпишитесь на этот канал и поставьте лайк, чтобы меня отпустили. Сезон сразу дал нам понять, что легким и простым он не будет. Две минуты ему понадобилось на это. Жестоко, но очень поучительно. Если кто думал, что локомотив пролетит по сезону без проблем и поражений, то щелчок получился болезненным. Однако, если кто думал, что локомотив за межсезонье растерял свой дух и теперь не будет выползать из безнадежных ситуаций, Исидору тоже было что на это сказать. Вы выбрали болеть за локомотив. Таков путь. Всем привет! Меня зовут Артем, это Ежа Обзор Матча. Это не хайлайты игры. Я, конечно, постараюсь показать опасные моменты, но имейте в виду, что в своих обзорах я акцентирую внимание на том, что, на мой взгляд, оказало решающее влияние на матч. Подписывайтесь, ставьте лайки, чтобы такие обзоры выходили и дальше по расписанию. Для того, чтобы рассказать о матче с Рубином, очень хочется вернуться чуть-чуть в прошлое, в момент, когда локомотив проводил товарищеский матч с Квантом при закрытых дверях. Настолько закрытых, что нам даже составы не объявили, а авторов голов дали спустя сутки фотографиями этих самых футболистов. В этом абсолютно нет никакого смысла, потому что, в отличие от болельщиков локомотива, тренер Рубина Рашид Рахимов может легко позвонить в Квант и узнать, какой был состав у локомотива в этом матче, и получить всю детальную информацию, вплоть до розыгрыша стандартов. Но это было бы просто бессмысленно, я имею в виду, закрывать составы и не публиковать их. Обидно и хрен бы с ним. Но оказалось, что Михаил Галактенов решил выпустить на Рубин практически тот же самый состав, что играл против СКА Хабаровс, в товарняке запись которого в свободном доступе лежит на канале ОККО. Совпало 10 из 11 фамилий. Лишь Дмитрий Рыбчинский логично уступил свое место Сергею Пеняеву. Конспирация, так конспирация. Бедные казанцы, как же мы их запутали. Ландратов в воротах, Текнезян слева, Нинахов справа, Фасон с Морозовым в центре обороны, Карпука с Барином в опорке и атакующий квартет. Пеняев, Жемлединов, Глушенков и Дзюба. Кто вообще мог предсказать такой состав? Ладно, отставить сарказм. Состав у Локомотива хоть и предсказуемый, но все равно очень сильный по именам. С одной маленькой проблемкой, про которую я говорю с середины весны и вообще все межсезонье. Пеняев слева, а Глушенков справа. Это очень беззубая конструкция. Да, они все равно очень сильные индивидуальные игроки, и Пеняев в итоге отдал голевую передачу Ноте Кнезяна, но если смотреть на весь матч целиком, а не на отдельные эпизоды, где удача нам благоволила, то мы увидим абсолютную беззубость Пеняева, забирающегося слишком широко налево, и пропажу Глушенкова с поля, когда его отправляют на правый фланг. С Глушенковым есть и еще одна побочная проблема. В схеме 4-2-3-1 крайние полузащитники обязаны возвращаться назад и помогать обороне. Об этом, например, обжигался Педриньо и был изгнан с позором в родную Бразилию. У Пеняева с этим нет проблем, он активно помогает Текнезяну, а вот Глушенков в оборону возвращается, дай бог, через раз, из-за чего Нинахову было особенно трудно на своем фланге. Когда Глушенков играет под нападающим по центру, в активных возвращениях назад особого смысла нет, а его близость к чужим воротам является грозным оружием. При этом в матче со СК Хабаровском у Пеняева было два очень неравных отрезка. Большой отрезок он провел на левом фланге и был привычно неэффективен. А вот маленький отрезок, когда он перешел направо, ознаменовался двумя голевыми передачами и парой суперопасных моментов, где он сам должен был забивать. И я просто не понимаю идеи Галактионова, почему это вообще должно начать работать системно, а не эпизодически. Даю такому сочетанию максимум еще два матча, после чего уже буду активно требовать каких-то перемен. Увы, сезон Локомотив начал с пропущенного гола уже на третьей минуте. Причем не сказать, что это была случайность или неожиданность. Рубин сходу обозначил, что он резче и быстрее. Накрывал нас в прессинге, а наши футболисты действовали, словно они спали два часа и их подняли по будильнику играть в футбол. Причем абсолютно все, кроме, наверное, Текнезиана и Лантратова. Даже Карпукас, обычно блестяще играющий под давлением, принимал какие-то, ну, идиотские решения и подсобывал мяч партнерам в последний момент. Что уж говорить об остальных. Примерно так же мы начинали и наш весенний отрезок против Спартака. Нас переигрывали по всем статьям, и это казалось немного страшным. Но при этом была надежда, что через пару недель команда сбросит с себя гири и побежит, а голова очистится. Так, в общем-то, и случилось. Надеюсь, что и в этот раз будет все то же самое, но как бы то ни было и как бы не шла игра, а очки все равно надо цеплять. Благо календарь нам поставили вполне приятный, и втягиваться в сезон через игры с Рубином и Факелом гораздо проще, чем, например, через Урал или через Оренбург. И надо сказать, что у нас, вообще говоря, были все шансы на победу. Опасных моментов и подходов к воротам мы создали достаточно, чтобы повести в счете. А дальше уже по этому счету нужно было играть и бегать в контратаке. С этим у локомотива Глоктеонова больших проблем нет. Но, увы, в первом тайме Глушенков не забил свой супер момент, а ударная 10-ти минутка в начале второго тайма не привела даже к созданию какого-либо момента. Мы просто не попадали в створ ворот Дюпина. Ключевой же проблемой сегодняшнего матча стало нетипично большое количество передач, которые делали наши центральные защитники. Опять же, что-то подобное у нас было в начале весны, но затем нам удалось сместить баланс, и основное количество передач стали совершать центральные полузащитники. Это важно для перехода из обороны в атаку. Если мяч катают защитники, значит Рубин успевает вернуться, и наша надежда это выносы над Зюбу. Если мячом владеют Карпукас и Баринов, то получается делать передачи между линиями на наших подвижных нападающих. Вот в матче с Рубином опорная зона у нас была абсолютно оторвана от обороны, что ярче всего проявилось во втором пропущенном голе. Дюпин, как и весь матч, грузит длинную передачу на фланг нашей обороны, где Нинахову противостоит сильно более высокий Грицаенко. По уму, даже если бы Нинахову удалось выиграть это единоборство, рядом должен был быть какой-нибудь полузащитник, который подхватит мяч. Но, как вы видите, в радиусе метров 20 рядом с Нинаховым только игроки Рубина, которые создали перегруз на конкретном участке поля. Это очень простая комбинация, которая может пройти только в случае нашей тотальной расконцентрации. На этих планах нет ни Дмитрия Баринова, который бросил позицию и побежал в атаку, ни Глушенкова, который, как я уже говорил, в целом не стремился отрабатывать в обороне и помогать Нинахову. Дальше уже пошел пас на даку, хороший пас на Фамие и ошибка Фасона, который зачем-то решил в подкате заблокировать фантомный удар. Опять же, можно бросаться в подкат, пытаясь заблокировать такие удары, если ты твердо уверен, что рядом есть партнер, который заблокирует движение Фамие в центр. В ином случае ты обязан ждать, что будет делать соперник, и максимально выжимать его в лицевую линию. Пускай бьет с острого угла, у нас есть Лантратов, и ничем кроме усталости и расконцентрации я это, да и многие другие решения Фасона на поле объяснить не могу. Но еще раз, важно не столько то, что Фасон ошибся индивидуально, в конце концов, если продолжат ошибаться, его заменят Погоснов или Митой, а в том, что мы позиционно выключились на 58-й минуте матча и забыли, что нужно сохранять компактность и не допускать разрывов между линиями в 20 метров. Иначе такие ситуации, как с Фасоном, будут повторяться, а команды уровнем повыше Рубина будут этим пользоваться регулярно. К счастью, нам удалось отыграться, выход Исидора изменил структуру нашей игры, у нас появился второй нападающий, он особо даже и не сваливался на фланги, а играл именно в створе ворот. Ну а выход Самошникова, кстати, судя по всему не запланированный, потому что мы за пару минут до замены видим переодетого Сильянова. Мы теперь не узнаем, что было бы, если бы Локомотив пошел по первоначальному плану, но спустя пару минут после своего появления на поле Самошников навесом из глубины нашел голову Исидора, который фантастическим ударом перекинул Дюпина. Голевая Самошникова это здорово, но все же это что-то в стиле Живоглядова, когда неудобный навес превращается в лучший гол сезона. И стоит еще отметить, что защитники Рубина были более сконцентрированы на Дзюбе, а не на Сорвеле и Исидоре. Это тоже очень здорово. Скорее всего Самошников появится уже во вторник в игре с Уралом в стартовом составе, и там у него будет больше шансов доказать свою состоятельность. Вообще есть ощущение, что ротация на кубок, по крайней мере в первых трех турах, будет довольно обширной. Слишком большая обойма футболистов есть в распоряжении Галактионова, и все хотят играть. Из игроков запаса на матч с Рубином можно было бы собрать еще одну полноценную команду, и не факт, что она была бы так уж слабее тех, кто вышел в старте. Чисто в психологическом плане было бы правильно выпустить на Урал именно второй состав, который не играл с Рубином. Если что, потом можно будет все исправить осенью. В кубке главное не стать последними. Возможностей для отсечек будет много. С другой стороны, сейчас, когда начало чемпионата, играть через два дня на третий не так уж и сложно, и наоборот способствует набору игровой формы. И, например, в прошлом году я призывал немцев не ратировать состав, а дать сыграть ребятам, чтобы они почувствовали игровой тонус в матче с парей НН. Очень интересно, какое решение примет Галактионов. Благо, ждать совсем чуть-чуть. Матчи идут плотным потоком. Не успеем погрустить о ничье с Рубином, уже новая задача. Но будет тяжело. И с Уралом, и с Факелом. Ожидайте этого и не обманывайтесь в своих ожиданиях. С вами был Тим. До очень скорых встреч.